Повсюду чувствуются неуверенность и страх. Мы ожидаем резкого спада. Вопрос не в том, будет ли рецессия, вопрос в том, насколько сильной она будет. Такого никогда еще не было, мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Насколько сильным будет спад, зависит от развития эпидемии. Единственное, с чем я могу это сравнить, даже не с финансовым кризисом, а с мировой войной. Возникает впечатление, что все действительно собрались и ушли на войну. Где вы все? Это безумие какое-то. Во время обычной рецессии экономическая активность снижается. Нормальная рецессия — это не так плохо, но сейчас у нас совершенно иная ситуация. Рухнули как спрос, так и предложение. Поскольку производство падает, из-за коронавируса также нарушены цепочки поставок. Это означает, что люди теряют свои рабочие места. В результате спрос продолжает падать. Кроме того, люди больше не смогут выплачивать свои ипотечные кредиты и арендную плату. Экономисты любят описывать виды рецессии с помощью букв. Латинское V обозначает короткий резкий спад, за которым следует быстрое восстановление. Буква U значит, что потребуется больше времени на подъем. W обозначает спад экономики с двойным дном. Буква L значит, что все плохо — сначала спад, а потом долгая стагнация. I — это самый худший прогноз — свободное падение. Мы надеемся на V-образную рецессию. Мы все на это надеемся, не правда ли? Но из опроса ведущих экономистов напрашивается другой вопрос. Примерно 30% экономистов считают, что рецессия будет V-образной. Еще 30% в этом не уверены. 5-10% считают, что рецессия примет L-образную форму. Тогда потребуется очень много времени на восстановление. Спад в форме буквы И прямо вниз. Во-первых, рухнет производство. Вирусу все равно, что мы индустриальный вид. Он просто рассматривает нас как любой вид, как своего хозяина. Этот вирус привел к самому быстрому и глубокому экономическому шоку в истории. Центробанки и правительства выделяют триллионы евро против пандемии. Они говорят, вы будете получать все, что вам нужно, и столько времени, пока это не закончится. Но не все с этим согласны. Насколько успешно правительство стран до сих пор ограничивали ущерб от коронакризиса? У нас был финансовый кризис, который в действительности так и не был урегулирован. Это же касается и кризиса еврозоны. И теперь вирус вызвал другой кризис. И становится ясно, стратегия последних 30 лет – разрешение всех проблем с помощью дешевых денег и большего объема кредитов – больше работать не может. Несмотря на большие суммы, о которых идет речь, вряд ли кто-то верит, что фискальная и монетарная политика скоординированы. То есть есть координация между правительствами на международном уровне, как это было в 2008 году. Для решения глобальной проблемы нужен глобальный подход. Но до сих пор пандемия сопровождалась скорее паникой. Но все могло бы быть по-другому. Такого заразного и смертоносного вируса у нас не было со времен эпидемии испанки. Это было в 1918 году, в конце Первой мировой войны, и продолжалось до 19-20 годов. Тогда еще не было айфонов, которые производят в 30 разных странах. Цепочки поставок были очень короткими. Даже если в то время было допущено много ошибок, последствия вируса были скорее локальными, в отличие от нынешней ситуации. Мы должны были так организовать наши системы производства и логистики, чтобы они могли справиться с этим. Вместо этого мы создали экономику, отрасли которой сильно взаимосвязаны. Поддержание производства зависит от шаткой системы поставок. Кроме того, у многих людей в 3-4 раза больше долгов, чем в конце Первой мировой войны. Людям грозит банкротство. Работодатели тоже не были готовы к этой ситуации, говорят эксперты Всемирного экономического форума. Менее 10% рассматривали вероятность пандемии в своих сценариях риска. И менее половины хотя бы раз тестировали, как коллектив сможет работать на удалении. В то время, как мы экспериментируем с карантином, многие люди умирают. Уже были массовые увольнения, и я не знаю, что меня ждет. Последствия коронакризиса могут быть ощутимы еще многие десятилетия. Это может еще сильнее расколоть общество и привести к еще большему неравенству. Вбить клин между богатыми и бедными. Резко растет количество бездомных. Увеличится задолженность по кредитам. Неизбежны социальные конфликты. Избиратели будут разгневаны еще больше. А общество станет еще более разочарованным. Многие будут думать, что лучше свернуть с пути глобализации и вернуться к локализации производства. Мы увидим меры на макроэкономическом уровне, которые раньше были немыслимы. Правительства, возможно, будут больше вмешиваться в экономику. Инфляция будет расти. В долгосрочной перспективе процентные ставки будут увеличивать, а центральные банки открыто финансировать правительство. Это будет абсолютно другой мир, чем тот, который мы знаем. Мы должны переосмыслить всю экономическую систему. Возможно, с глобализацией связывают слишком много оптимизма. Это тревожный сигнал. Технологии и дигитализация экономики, возможно, и приносят пользу. Но они также делают нас уязвимыми и хрупкими. Пройдет немало времени, прежде чем мы оправимся от этого глубокого и серьезного экономического кризиса. Итак, я возвращаюсь к самоизоляции. Похоже на то, что мне придется еще больше работать из дома и читать много книг. И все же я надеюсь, что экономисты, возможно, не правы. Субтитры создавал DimaTorzok